Друзья, всем привет, с вами Никита Дилэй и добро пожаловать на карту Агромаш. Друзья, у меня появилась такая мысль начать еще параллельно карьеру, которая будет с некоторым таким роллплеем. Какие, в общем-то, фишки у нас тут будут? Во-первых, мы играем с сезонами. Во-вторых, мы играем без курсплея. И в-третьих, мы играем на отечественной технике. Потому что на свапе как-то отечественная техника мне не сильно заперла, вот прям упарываться ей, а здесь вполне можно. У нас на балансе сейчас есть 3000 евро. Именно с этими деньгами наш герой приезжает в эту деревню и хочет развить свой бизнес. Соответственно, за эти деньги можно купить лишь маленький вот такой вот какой-нибудь участочек здесь, грядку. Ну, в общем, домик, где наш герой будет жить. Соответственно, начнем мы подниматься с обычных контрактов. Мы не будем брать контракты на вспашку грядки какой-нибудь, а большие поля вот эти вот, которые во владениях какой-то фермы большой. Мы, в общем-то, будем сначала работать по контракту на них, будем зарабатывать себе на технику, впоследствии развивать свою ферму. Потом уже начнем выкупать поля и строить свою ферму. В общем-то, план у меня такой. Как оно пойдет, я, честно говоря, не знаю. Сразу, ребята, отмечу, что я не знаю, во-первых, насколько меня хватит играть без курсплея здесь. Во-вторых, конечно же, все зависит от вашей активности. До хренища лайков и будет продолжение. Если я увижу, что их прям мало, как я посчитаю, я не могу назвать какую-то цифру. Но, в общем-то, если активности будет мало, то, разумеется, продолжение тоже не будет. Логично. Ну и, как я уже сказал, я не знаю, насколько меня хватит. Ну ладно, это все такое. Соответственно, сейчас мы поедем, купим какой-нибудь домик, присмотрим себе и будем думать, что дальше. У нас в собственности есть вот такой вот автомобиль ВАЗ-2101, на котором наш герой, давайте будем называть его Василий, на котором Василий наш, соответственно, приехал на эту ферму. Ах да, кстати, время у нас будет идти без перемоток. Стоит все время X-15, длина сезона 9 дней, по ночам мы работать не будем. Ну, такой вот роллплей, в общем-то. Так что, вроде как у нас все работает, заводим двигатель и поехали, посмотрим себе, прикупим какой-нибудь домик. Вот мы и дома. Давайте посмотрим, что у нас тут по ценам, по участкам. Двадцатый слишком дорого, девятнадцатый можем купить, восемнадцатый тоже дорого, семнадцать, шестнадцать, пятнадцатый вообще дорогой. Давайте девятнадцатый, мне нравится это число, возьмем себе девятнадцатый участок и купим его за 2116 евро. Потом, друзья, мы подключим уже курс плей, потому что будет большая ферма, надо будет уже нанимать рабочих, потому что один я справляться со всеми полями не буду. Плюс, кстати, я не сказал, на данный момент есть некоторые производства, которые можно будет построить, а может быть потом появятся и другие, поэтому, ну, в общем-то, все будет. В общем-то, идейка примерно такая. Давайте запаркуем наш автомобильчик на нашу стоянку. Я так понимаю, это вот этот наш домик здесь. Все, глушим двигатель и выходим отсюда. Копейка, конечно, клевая. Да, вот оно, девятнадцатое поле, наша грядка, я не знаю. Наверное, в первый сезон мы не будем ничего с ней делать, хотя посмотрим. Может быть, сейчас заработаем денег, арендуем трактор и что-нибудь посадим. Давайте найдем себе какую-нибудь первую работу, не сильно большую какую-нибудь. Вот поле 2, культивация. Поле 2 у нас где? Поле 2 у нас вот. 8 тысяч мы можем заработать, хотя да, тут награда снижается на 4 тысячи. Не, не пойдет. Вспашка земли на 14 поле есть. 14 здоровое и кривое. Не хочу. Хотя, на самом деле, может быть, мы вообще все это сделаем потом в итоге. Вот за 40 тысяч есть вспашка 32 поля. Она, наверное, вообще здоровая, да? Да, оно, зараза, большое. Ладно, давайте начнем со второго поля. Первые деньги нам понадобятся. Хотя бы начнем. Покупаем кредит. Соответственно, поехали в магазин. Там стоит техника, на которой мы будем все это делать. Магазин, благо, у нас здесь довольно-таки близко, поэтому никаких проблем возникнуть у нас не должно. Тачку, в принципе, можно бросить и здесь. Ничего страшного с ней не случится. Дождь, правда, идет. Но ничего, зато будет чистой. Дали нам вот такого здорового фента и здоровенный культиватор. Поэтому поехали, в общем-то, культивировать поле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, в общем-то, я уже оценил масштаб трагедии. На самом деле, поле здоровое. Хотя и техника у нас не самая маленькая, если так подумать. В общем-то, надо как-то все это дело прокультивировать. Желательно успеть, конечно, до ночи. GPS у меня стоит, но на аренной технике, разумеется, его нету, поэтому вообще ручками все будет. Да, вот такой вот я псих. Погнали, в общем-то, культивировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и что ж, друзья, вот и первый контракт мы выполнили. Можно, в общем-то, складывать это все дело. Как раз в 8 часов вечера сегодняшний рабочий день закончился. Так что складываем культиватор, везем технику обратно, получаем деньги за свою работу, забираем копейку, едем домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Кому здесь отдать трактор? Ладно, неважно. В общем-то, его глушим. Контракт у нас закончен, получаем за него 3790 евро. Я думаю, вполне неплохо. Блин, надо фонарик включить. Вообще тьма кромешная. Соответственно, едем домой, чтобы габариты вообще никак не светят. Едем домой и ложимся спать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажись, вот этот наш я, честно говоря, даже прямо и подзабыл. Ну, судя по всему, да. Но если что, то припарковались мы на чужой, на чужом каком-то участке. Давайте опять включим фонарик. Да, кстати, вот это наше поле. Хе-хе. Ну и ладно. Не, надо машину перегнать. Че-то я около чужого участка буду ее... В темноте, знаете, как-то непривычно пока что. Поэтому ничего страшного. Все. Пускай стоит тута. Глушим двигатель. Выключаем фары. И вот она, наша копеечка. Какие-то некрасивые черные диски у нее на самом деле. Кстати, вон тепличка есть. Правда, хрен мы с ней что сможем собрать. Но это так, покушать чисто нам. Есть большая грядка, которой можно будет заняться. Друзья, в общем-то. Первая серия у нас будет коротенькой. Исключительно для того, чтобы посмотреть, скажем так, на фидбэк какой-то. Там уже будем упарываться. Опять-таки, впереди у нас есть вон контрактики. Правда, тут везде вспашка. Пахать пока что не очень хочется. Но деньги зарабатывать тоже надо. Вон тоже культивация есть. Шестое поле. Шестое большое поле? Шестое, блин, вообще здоровое. Ну, за два дня можно в принципе сделать. Не знаю пока какой будет монтаж здесь. Честно говоря, я еще не придумал. Есть мыслишки у меня немножко, скажем так, друзей подключить в это дело. Какой-то сценарий сделать что ли. Какую-то историю, какие-то ситуации и все такое. Все, честно говоря, будет зависеть исключительно от вас. От ваших комментов, от ваших лайков. На этом, друзья, я буду с вами прощаться. Через пару дней опять серия по свапе будет. Там стримы, может быть, на выходных какие-то проведем. В общем-то, всем спасибо, друзья, за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!